Ранним утром в воскресенье недалеко от остановки администрации индустриального района нетрезвая сотрудница полиции устроила лобовое столкновение, в котором ранены два человека. В аварии пострадали родственники, ехавшие в Тойоте Краун. Сама же виновница аварии, 27-летняя жительница Вяземского, осталась невредима. О том, как произошло ДТП, можно судить по записи видеорегистратора, которую предоставил один из очевидцев. Автомобилистка на Короле едет в направлении центра города. Она перестраивается из первого ряда во второй и теряет контроль над машиной. Иномарка движется по какой-то зигзагообразной траектории и выезжает за пределы проезжей части. Сидящая за рулем не сдается и отчаянно давит на газ. Корола описывает дугу по газону и возвращается на дорогу. Машина снова делает крюк и врезается во встречный Краун. За рулем этой иномарки находился 20-летний студент. Молодой человек встречал отца, вернувшегося в город с вахты. По словам 47-летнего мужчины, от девушки в гражданском, управлявшей Короллой, разило спиртным. А откуда информация, что это сотрудник полиции? Таково сотрудники ОСБ. Вот сейчас, здесь. То есть они приехали разбираться? Конечно. Да, вот сам человек как-то. Там девушка, да, у нас? Там девушка. Она сама что-то говорила? Она в нетрезвом, неадекватном состоянии. Если это по запаху? Конечно. Она не стоит на ногах? Она пьяная, это свидетельство не отказалось. Присутствие понятных. Скрыться с места аварии женщина не пыталась, однако очевидец на всякий случай отобрал у нее ключи. Для родственников, которые ехали в Крауне, вызвали скорую. Опасных травм отец и сын не получили. У старшего из пациентов нашли ушибы плеча и голени. Автолюбитель же травмировал грудную клетку. Хозяйка Короллы отрицала, что выпивала перед поездкой. Покрывать коллегу по ведомству автоинспекторы не стали. В полиции женщина работает с 2017 года. Она занимала должность эксперта-криминалиста в ОВД по Вяземскому району. Младший лейтенант получила права 4 года назад. После аварии она их лишится, как и работы. Обе машины были застрахованы. С места происшествия Ольга Кошелева, Юлия Зима и Андрей Алферов.